Спасибо большое. Это уровень летальности в первый год после постановки диагноза. По данным Российской Федерации это 68-69%. По прогнозам будет расти и дальше. И это очень грустно. Ну и в результате мы можем сказать, что рак поджелудочной железы это один из самых агрессивных типов злокачественных опухолей. Очевидно, что определению молекулярно-генетических нарушений, пригодных для прецизионной терапии, посвящено огромное количество исследований, потому что эта стратегия может улучшить результаты лечения рака поджелудочной железы и персонализировать терапию в конкретном случае. Ну в частности, на АСКО-ДЖАЙ 2019 года было представлено достаточно крупное исследование по поиску драйверных мутаций, пригодных для персонализации терапии. Ну и вот у 9 пациентов были найдены мутации в генах гомологичной рекомбинации и терапия, и была назначена соответствующая терапия. Насколько часто встречаются мутации в генах гомологичной рекомбинации? Ну если мы посмотрим различные опухоли, анализ более 52 400 солидных опухолей, то в среднем мутации в генах системы гомологичной рекомбинации выявляются в 17,4% случаев. Раку желудочной железы занимает здесь серединочку, выделено красным на левой половине слайда, тата как раз мутации в генах системы HR составляет примерно 17%. Различные гены участвуют в реализации механизмов гомологичной рекомендации, не только гены PRCA1 и PRCA2, но и многие другие. Ну в соответствии с темой доклада я вот выделила в правой части слайда поджелудочную железу, и мы видим скобочкой выделено, что часть мутаций системы гомологичной рекомендации при раке поджелудочной железы относится как раз к мутациям генов PRCA1 и PRCA2, но это не большинство мутаций в этой системе. Достаточно две крупные программы анализировали частоту мутаций в генах, кодирующих систему репарации ДНК, генах гомологичной рекомендации при раке поджелудочной железы. И примерно 17-25% аденокарцином поджелудочной железы имеют различные мутации в генах DDR. Ну вот частота мутации в генах гомологичной рекомендации составила 16,5-16,9%, достаточно устойчивый показатель. И я выделила в красную рамочку правильный ответ на первый вопрос. В отличие от рака молочной железы и рака яичников, при раке поджелудочной железы чаще выявляются мутации в генах BRCA2. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Клинические исходы рака поджелудочной железы зависят от нарушений в генах репарации ДНК. В частности, очень крупная работа с анализом клинических исходов 822 пациентов с диагнозом рака поджелудочной железы была представлена на прошлогоднем конгрессе ASCOGI. Мутации были выявлены при локализованном раке поджелудочной железы в 17%, случаев при распространенном в 16%. И около трети пациентов и той другой подгруппы получали терапию платины. Оказалось, что если больные не получали платины, независимо от группы резицированный рак поджелудочной железы или распространенной, мутации геном гомологичной рекомбинации не были фактором благоприятного или неблагоприятного прогноза. Здесь примерно показатели выживаемости были одинаковыми. А вот если пациенты получали терапию платины, то дефицит системы гомологичной рекомбинации коррелировал с улучшением общей выживаемости пациентов и с резиктабельным, и с распространенным раком поджелудочной железы. Поэтому принципиально на клинические исходы влияет именно применение платины. Авторы исследования делают вывод о том, что в отсутствии терапии платины и опухоли с нарушениями системы гомологичной рекомбинации не отличаются более благоприятным прогнозом. При распространенном раке поджелудочной железы с мутациями в генах гомологичной рекомбинации терапия платины улучшает общую выживаемость. Но в этой же работе было показано, что 50% пациентов не получали платину в первой линии терапии. Только 50% больных дошли до второй линии терапии и получили ее. Таким образом, более 75% пациентов с мутациями в генах гомологичной рекомбинации при раке поджелудочной железы не получают оптимальное лечение. И авторы ставят целый ряд вопросов и рисуют нам перспективы дальнейшей работы. Это необходимость тестирования всех пациентов с диагнозом рак поджелудочной железы на эти мутации. Приоритет платиносодержащей терапии для пациентов с мутациями. Ну и роль других препаратов, в частности ингибиторов ПАРП, при этих мутациях. Очень крупный метаанализ об эффективности платина, основанный на платине, платиносодержащей химиотерапии и прогнозе пациентов с диагнозом рак поджелудочной железы и с дефицитом системы гомологичной рекомбинации, был опубликован группой наших авторов во главе с Ильей Анатольевичем Покатаевым. ESMO Open доступ, очень интересные материалы, они доступны для изучения. Было показано, что соотношение риска смерти для больных с резиденцированным раком поджелудочной железы зависит от использования платиносодержащей химиотерапии. И вы видите выигрыш в пользу платины, снижение риска прогрессирования и смерти у пациентов с дефицитом гомологичной рекомбинации и с терапией платино-агентами. Вот я выделила это голубой стрелочкой. Ну и вот на этом слайде представлены показатели общей выживаемости у пациентов с местно распространенным метастатическим раком поджелудочной железы. Левая часть получавших платино, да, и это пациенты с дефицитом гомологичной рекомбинации, левая колоночка, они имели значительно лучшие показатели общей выживаемости, медиана общей выживаемости 23,8 месяца по сравнению с больными без нутации в генах гомологичной рекомбинации, без дефицита гомологичной рекомбинации, да, если получали платину. У пациентов, не получавших платину справа, ну мы видим, что больные без дефицита гомологичной рекомбинации имеют несколько лучшие показатели общей выживаемости, медиана 12 месяцев по сравнению с 8,3 месяца у пациентов с дефицитом гомологичной рекомбинации, опять-таки, если они не получали платиновые производные. Таким образом, применение платины принципиально меняет клинические исходы у пациентов с дефицитом гомологичной рекомбинации и аденокарциномой поджелудочной железы. Наиболее крупным российским исследованием и одним из наиболее крупных мировых исследований было исследование Ильи Анатольевича Покатаева в рамках докторской диссертации научной консультации Сергея Алексеевича Сюлядина о консервативном лечении пациентов с местно распространенным и метастатическим раком поджелудочной железы. Применительно к нашей теме частота структуры клинической значения мутации гомологичной рекомбинации при раке поджелудочной железы было изучено в российской популяции у 581 пациентов, впечатляющие данные. При этом было выполнено полное экзомное секвенирование. Патогенные мутации BRC1,2 и PALP2 были отнесены в эту группу, выявлены в 5,5% образцов. И оказалось при сравнении со стандартными панелями ПЦР, что только 24% патогенных значимых мутаций могут быть выявлены при использовании стандартных панелей ПЦР. Поэтому ответ на следующий, на очередной вопрос опроса, к сожалению, полное экзомное секвенирование должно использоваться, если мы хотим выявить эти мутации. Таким образом, определение мутации с помощью существующих тестов на наиболее частые мутации при раке поджелудочной железы неэффективно. Мутации BRC1 и PALP2 являются предикторами повышенной эффективности платина, содержащей терапии. Ну а мутации других геногомологичных рекомендаций, отличных от BRC1 и PALP2, не являются ни факторами прогноза, ни предикторами эффективности платины. Таким образом, весь железный железы, все аденоксиномы мы можем в отношении мутации BRC разделить на три молекулярные подгруппы. Негативные BRC и LIGHT, но, тем не менее, не имеют выигрыша от назначения, например, производных платин и биомаркер, и BRC мутированные, которые отличаются определенными особенностями клинического течения, чувствительности к химиотерапии и потенциалом для применения таргетной терапии, а именно ингибиторов ПАК. В чем тут дело? Значит, мы знаем, что репарация ДНК осуществляется путем гомологичной рекомендации с участием генов BRCA1 и 2. Этот слайд мы смотрим справа налево, не как обычно принято. При мутации в генах BRCA1 и 2, при нарушении функции BRCA1 и 2, репарация однонитивого разрыва ДНК осуществляется с участием фермента ПАРТ-1 или полиаденозин дифосфатрибозы полимеразы. Он входит в большое семейство, там 17 членов, достаточно большое семейство этих молекул, но вот ключевую роль играет ПАРТ-1. И, конечно, хотелось бы заблокировать этот фермент ПАРТ-1 с помощью ингибитора ПАРТ, таким образом нарушив полностью репарацию разрывов ДНК в опухолях с мутациями BRCA1 и 2, что должно привести их к гибели. Ну и действительно, в первых же работах было показано, что рак поджелудочной железы с дефицитом системы репарации ДНК может считаться особым по типам аденокарцином поджелудочной железы, который характеризуется высокой чувствительностью к платиновым производным. Ну и вот в этом исследовании к ингибитору ПАРТ ввели объективные ответы на диаграмме Водопад. На последнем конгрессе... ...клинический выигрыш при рак поджелудочной железе с дефицитом гомологичной рекомбинации. Авторы обратили внимание наше на то, что этот выигрыш наблюдался только у пациентов с полной инактивацией генов BRCA1 и 2. Представлены... Извините. У меня было нарушение. Подскажите, пожалуйста. Мне тут сказали, что нужно включить видео. Слышите, да? Потому что мне пришло сообщение от организаторов, от технической службы. Пожалуйста, включите видео. Здесь анализировались различные опухоли рак поджелудочной железы, и выделен был рамкой. При этом отмечена ограниченная эффективность ингибиторов ПАРК при платинов-рефрактерном раке с мутациями BRCA1 и 2. Ранние исследования по монотерапии ингибиторов ПАРК дали весьма многообещающие результаты. Причем ингибиторы ПАРК применялись как в первой, так и во второй и более поздних линиях. И на прошлогоднем конгрессе АСКО были доложены результаты рандомизированного клинического исследования третьей фазы по оценке эффективности аллопариба ингибитора ПАРК в поддерживающей терапии распространенного рака поджелудочной железы после первой линии химиотерапии с платиной и без прогрессирования болезни. То есть назначаем первую линию терапии с платиной, лечим пациентов и дальше шла рандомизация на поддержку аллопариба или плацебо-мутации, герминальные мутации в генах BRCA1 и 2 были показаниями для включения пациентов в это исследование. Исследование ПАРК оказалось успешным. Поддерживающая терапия аллопарибом достоверно увеличила выживаемость без прогрессирования болезни. Выигрыш касался практически всех подгруппальных, включенных в исследование. Очень важно, что на аллопарибе в качестве поддержки было зарегистрировано 23% объективных ответов опухоли. Но, к сожалению, предварительный анализ общей выживаемости слева не показал достоверной выигрышки. Тем не менее, некоторое снижение риска смерти наблюдалось 9%. Но вот если мы оценим выживаемость без прогрессирования болезни за две линии терапии, то мы видим, что назначение аллопариба в качестве поддержки обеспечило улучшение выживаемости без прогрессирования болезни, в том числе и включая вторую линию терапии. А также широко данные этого исследования анализировались и на последнем конгрессе АСКО, в том числе и новая информация была получена в частности по распространению герминальных мутаций BRCA1 и BRCA2 в зависимости от региона. Но мы видим, что везде превалируют мутации в генах BRCA2. Это такая фиолетовая часть диаграмм. Различные типы мутаций анализировались. Различные лаборатории, которые участвовали. Центральные и локальные. Ну и мы можем сказать, что локальный тест достаточно хорошо составлялся с выявлением этих мутаций. А анализ показателей качества жизни на поддерживающей терапии продемонстрировал очень обнадеживающие данные. Аллапарит обеспечил достоверное увеличение времени до ухудшения показателей качества жизни и достоверное улучшение качества жизни на поддерживающей терапии по сравнению просто с наблюдением. Не сытли инвитер и ПАРП добавить в первую линию и вывести еще раньше. Использовать их с комбинацией химиотерапевтической. Но оказалось, что нет. Это данные прошлогодние. Аскаджай прошлого года. Добавление велипориба к комбинации гемцитабина гемцитабина с цисплатином у больных с мутациями Берсей или ПАЛП-2 не улучшили ни выживаемость без прогрессирования болезни, ни общая выживаемость больных. Поэтому раньше выходить не нужно. Только поддержка. Насколько значимы соматические мутации? Аскаджай 2020 года. Метаанализ и систематический обзор продемонстрировали схожую выживаемость на ингибиторах ПАРП у пациентов с соматическими и с герминальными мутациями Берсей при различных опухолях, включая рак поджелудочной железы. Но это вопрос очень дискуссионный. Ну и насколько эффективна монотерапия лопариба? Я представила тоже данные с последнего конгресса АСКО по результатам корзинного исследования для когорты пациентов с раком поджелудочной железы с герминальными или соматическими мутациями. А лопариб в разных линиях терапии. Там были предличные больные, продемонстрировал хорошие показатели выживаемости без прогрессирования болезни, хорошие обнадеживающие медиа на общей выживаемости. Поэтому будем ждать, может быть, исследований по монотерапии уже как отдельной линии и результатов по пациентам с соматическими мутациями. Таким образом, Берсей мутированный рак поджелудочной железы частота герминальных мутаций в гены Берсей, но и сюда я включу гены ПАЛП-2, при раке поджелудочной железы в Российской Федерации составляет 5,5%. При раке поджелудочной железы чаще выявляются мутации в генах Берсей-2. Стандартная панель для пациентов пропускает подавляющее большинство значимых мутаций, к сожалению. Применение платино-содержащей химиотерапии улучшает клинические исходы и перспективным классом препаратов являются ингибиторы ПАР. По крайней мере, осенью мы ожидаем регистрацию Аллапариба по показанию поддерживающей терапии рака поджелудочной железы. Благодарю за внимание.